Вы поняли, что вошли в транс, пока я работал с МОНД? Нет, мне показалось, что я вошел, но я не был уверен. Это первый случай, когда вы столкнулись с гипнозом? Да, так что вы узнаете много нового о себе. Только вы действительно поймете, что обнаружили не раньше, чем вы это обнаружите. Вы всю жизнь знали, что можете поднять свою руку и опустить ее, но кое-что вы усвоили давным-давно. А именно, что вы не можете поднять свою руку. Что вы не знаете, что это ваша рука. Вы были младенцем, а ваши руки были всего лишь объектами. И одна из первых вещей, которую совершает человек, когда входит в транс, смотрит какую-то одну точку. ему не нужно двигаться, не нужно говорить, ему не нужно делать ничего, только позволить своему подсознанию взять управление в свои руки и все сделать. А сознанию не нужно ничего делать. Обычно она даже не интересуется. И пока я говорил с вами, ваше дыхание изменилось, ваше сердцебиение изменилось. И я знаю из прошлого опыта, что ваше кровяное давление изменилось. Ваш пульс изменился, ваш глазной рефлекс изменился. И вам на самом деле нет необходимости держать глаза открытыми. Вы можете закрыть их сейчас. Однако, небольшой комплимент, учиться узнавать себя на другом уровне бытия. Теперь, прежде всего, я хотел бы, чтобы вы насладились комфортом. Я хотел бы, чтобы вы поняли, что ваше чувство комфорта постоянно возрастает. В глубине своего ума, как принято говорить, мы знаем много вещей. И иногда нам бывает трудно направить эти вещи в свое сознание. Слово может вертеться на кончике нашего языка, но мы не можем его произнести. Мы не знаем, что это за слово, но знаем, что оно нам известно. Мы лишь не можем вспомнить его. Но оно тут, готово к тому, чтобы быть сказанным, потому что за него цепляется подсознание. И вы знаете, разумеется, не так ли, Монт, что вы тоже в трансе. Что же, наслаждайтесь трансом и упрочьте все эти знания, которые я начал вам давать. И все, что я ему говорю, вы можете адаптировать для себя. Я могу предположить, что он вспоминает вкусный обед, а вы можете вспомнить какое-то другое приятное событие. Поэтому видоизмените мои слова ему, чтобы они подходили лично вам, а все, что я говорю вам, он приспособит к себе. Теперь я знаю, что имеется определенная причина, по которой вы приехали в Феникс повидаться со мной. У вас на уме была определенная цель, но я сомневаюсь, что вы хорошо понимали, что именно представляет собой эта цель. обычно вы не знаете причину, хотя ваше подсознание знает намного больше, и ваше подсознание знает этот дополнительный материал, уже он медленно, постепенно проникнет ваше сознание так, чтобы вы не волновались, не расстраивались, так, чтобы вы осознали, что можете совладать с происходящим и понять происходящее, и определить, что некоторые вещи, которые вам не нравятся, и некоторые вещи, которые вам нравятся, и что существует множество различных представлений, которые вам доступны. «Поскольку я встретил вас и разговариваю с вами в первый раз, то знаю о вас немного, но ваше подсознание знает о вас намного больше, чем вы. Оно содержит все предшествующие годы учебы, чувств, мыслей и действий, и всю свою жизнь мы учимся различным вещам, учимся тому, как, как дорожить ими, как оценивать их, как осмыслять их, и сколько бы хороших вещей не происходило в чьей-то жизни, случаются также и плохие, и нет возможности избежать неприятностей, и вам необходимо научиться смотреть на неприятные вещи без страха, с готовностью понять, с готовностью узнать, насколько хорошо вы можете приспособиться, и вы делаете это без чувства растерянности или страха. Когда вас познакомили со мной вчера, вы испытали чувство страха. этот страх был вам не нужен, а вы его испытали. Хорошо, что испытали чувство страха, поскольку вам необходимо знать все свои чувства. страх. Если вы можете посмотреть на страх в отношениях со мной, а бояться меня не было оснований, но вы все-таки испытывали чувство страха. страх. Теперь вы можете посмотреть на этот страх и поинтересоваться, что именно вызывало его в различных формах. «Быть может, здесь становится жарко. Я полагаю, и вы, и Мон хотели бы насладиться прохладой и комфортом. Я полагаю, что это очень хорошо, поскольку вы здесь, крепко усну в постели. Наслаждайтесь купанием в океане или озере или в плавательном бассейне. Вы можете встретиться с друзьями в своих снах. Вы можете услышать их разговоры и можете поговорить с ними. Вы можете прокатиться на автомобиле, завершить полет на самолете, побродить по лесу. Но пока все это происходит, вы по-прежнему лежите в постели. Вы не двигаетесь, не разговариваете. Ваше подсознание хранит множество воспоминаний и множество представлений. А ваши сны — это сны, в которых вы обозреваете свой опыт. И во сне вы также объединяете идеи ради лучшего понимания. Вам снится, что вы попали в снежную бурю. И вам холодно. На самом деле вы в теплой постели. Вам может сниться, что вы очень голодны, хотя вы плотно поужинали. Все, что происходит с вами, может проявиться в виде сна. И вам совершенно не нужно волноваться из-за этого. Поскольку ваше подсознание сортирует ваши воспоминания, ваши представления, ваши надежды, ваши предчувствия, ваши желания. И пытается придать новый порядок всему, что вы усвоили. Новый порядок, который будет способствовать вашему благополучию. И вашему удовлетворению. И очень хорошо, когда чувствуешь себя комфортно, непринужденно, ощущаешь приятную прохладу. И находясь в этом состоянии, вы обозреваете свои представления о жизненных ценностях. вы приходите к пониманию, что каждая удача заработана. Если она дается вам, она заслужена. Поскольку нет такой вещи, как бесплатный дар, вы должны заработать его или должны заслужить его. А заслуги требуют труда и усилий с вашей стороны. А что может вызвать у вас страх? Страх может вызывать у вас очень многое. Всю жизнь я встречал людей, которые боялись умереть от голода. Но за все годы своей врачебной практики я ни разу не видел человека, который бы умер от голода. Требуются огромные усилия, чтобы сделать это. Неудач. И так может случиться достаточно. Поэтому вам не нужно добавлять их самому. У вас всегда будет полный набор этого. Но вам всегда нужно развивать успехи, которых вы добиваетесь. И вы добьетесь этого за счет собственных заслуг. И тем самым вы по-настоящему насладитесь всем. Сейчас мне не нужно говорить все время. Это важно. Вам важно понять, что ваше подсознание может запустить цепочку мыслей и развить ее без вашего осознания и прийти к заключениям. И позволить вашему сознанию воспринять эти заключения. И вы можете насладиться открытием столь многих вещей, которые вам доступны. «Когда я принимаю пациентов, мне очень хочется, чтобы они серьезно поразмышляли, поскольку я не знаю, что хорошо для них. Они должны достичь этого через понимание того, что они знают, что они пережили. И каждый человек может объединить прошлый опыт и знания некоторым удовлетворительным образом. Сейчас вы сидите здесь в комфортных условиях и познайте себя, не понимая того, как именно вы познаете. В нашей современной культуре много говорят о медитации, «А это означает лишь то, что мы все должны немного поразмышлять, кое-что понять. И нам не нужно делать это каким-то фиксированным способом. Мы можем воспользоваться своими снами. Мы можем воспользоваться свободным временем. Но нам не нужно превращать медитацию в шоу. Медитация – это размышление для себя, самим собой. Размышление свободное и непринужденное. Всего лишь вопрос о том, что я должен предложить «я». тёплое помещение создаёт комфорт, но вы можете допустить в своё сознание только холодные мысли. Вы можете допустить в своё сознание спокойные мысли. Вы можете допустить болезненные. Сейчас я скажу вам нечто, что можете понять вы оба. «Ко мне была доставлена пациентка на скорой помощи. Пациентке, возможно, оставалось жить не более трёх месяцев. Пациентка испытывала очень сильную боль, а лекарства, по-видимому, совсем не помогали. И она не принимала лекарства в течение более 8 часов перед тем, как попасть ко мне. И её ввезли на коляске, и она сказала, «Мой врач сказал, что вы примените гипноз, чтобы снять мою боль». «А я полагаю, что это смешно. Мою боль не снимают даже лекарства. И, откровенно говоря, это звучит смешно». Я сказал, «Мадам, послушайте меня и посмотрим, сможете ли вы понять, что я имею в виду». «Если бы, сидя здесь, вы увидели, как в эту комнату уходит тигр, та жущаяся очень голодным, смотрит на вас и облизывается. Сильную ли боль вы бы испытали, на ваш взгляд?» Она сказала, «Я бы не испытала никакой боли, я бы думала о тигре. И сейчас я замечаю, что не испытываю никакой боли, поскольку я стала смотреть на вещи по-новому». И когда она уходила, я спросил ее, что она собирается делать. И она сказала, «Я собираюсь хорошо провести время, но я не думаю, что медсестры поймут мою затею с тигром, которого я собираюсь держать под своей кроватью. Я не думаю, что и врач поймет меня». И всякий раз, когда ее спрашивали, «Не нужно ли ей лекарство от боли?» Она говорила, «Нет, я держу там тигра на тот случай, если он мне понадобится». Итак, в вашем распоряжении имеется множество вещей, которые могут вам помочь. Держите их под рукой на все случаи жизни. И помните, что ваши потребности могут быть удовлетворены реакциями клеток вашего собственного мозга. Сейчас, когда мог была в трансе, вы испытывали трудности с дыханием. Вы дышали очень громко. Вот сейчас вы дышите очень хорошо, очень спокойно. И почему бы нет? Вы знаете как. И мне очень приятно, что вам не требовалось думать, что вы должны дышать так громко, как вы делали это прежде. И вам может быть приятно. Ваше подсознание знает множество вещей. Я склонен думать, что это громкое дыхание с вашей стороны было привнесением чего-то, что вы могли заметить. как отсутствующее, когда я работал с вами непосредственно. И на вашем лице появилась едва заметная улыбка, когда я помянул об этом. Хорошо знать, что мы знаем больше того, чем мы знаем. И мы можем понять больше того, что, как нам кажется, мы понимаем. И мы можем испытать удовольствие в ситуациях, когда, как нам кажется, это невозможно. И мы должны быть готовы испытать сполна удовольствия и радости, которые нам нужны, поскольку мы сами формируем все свои чувства. Мы можем использовать в качестве стимула других людей. Вы встречаете замечательного учителя, и он может познакомить вас со множеством новых идей. Появляется стимул перенять обилие его собственных идей. Вы узнали кое-что об Аризоне сегодня. Вы узнаете немного больше о себе. Вспоминая Аризону, вы вспомните некоторые из приобретенных вами знаний, массу знаний, поскольку вы приобрели их в Аризоне, а вы никогда не сможете забыть Аризону. И ваши новые представления, новые знания связаны, привязаны, встроены, поскольку они являются частью большего знания. И то же самое относится к вам, Монд. Вы узнаете многое. Это всегда становится частью вас. И вам необходимо, чтобы все позитивные, новые знания стали частью вас. Так или иначе, ваше подсознание поняло, что вы войдете в транс, пока я направлял Монд. Как же ваше подсознание поняло заранее, как вам направить внимание только на вашу руку? Но ему это удалось. И тем самым вы упустили множество вещей, которые нужно было узнать в вашем подсознании. А оно позаботилось и узнало. Теперь я хочу, чтобы вы оба осознали огромную значимость комфорта и непринужденности. Чувство безопасности, чувство готовности, уверенности в том, что будь что будет, вы сможете принять это и совладать с этим, и получить удовольствие, делая это. Это также хороший урок, который можно применить в ситуации, с которой вы не можете совладать, а затем позже обдумать ее и понять, что это также был урок, полезный во многих отношениях. Это позволяет вам оценить свои силы. Это также позволяет вам определить, где области, в которых вам нужно прибегнуть к большей безопасности, заключенной внутри вас. И всегда помните, что вы уникальны. И все, что вам нужно сделать, это показать людям, что вы — это вы. Вот одна из вещей, которые я узнал очень рано. Во время вызова на дом я увидел маленького ребенка, нарядно одетого, причесанного. «Но лицо ребенка говорило, никто меня не любит, совсем никто». И ребенок был прав. «Зайдите в другой дом, и вы увидите маленького ребенка с грязным лицом, неопрятного, неопрятного, со спутанными волосами. И ребенок издает крик радости и бросается вам на встречу. А лицо говорит, «Меня все любят». И этот ребенок прав. Все так и поступают. Имеет такую установку — драгоценный дар. «И вы его заслуживаете». В качестве общего представления об Аризоне, индейец встречает гремучую змею и говорит, «Ты иди своей дорогой, сестрица, а я пойду своей». И змея и индейец сохраняют достоинства и правы. И каждый идет своей дорогой с достоинством в безопасности. Спокойно. С уважением. И я полагаю, самоуважением и уверенностью, что вы обладаете самоуважением. И вы должны обрести ее, поскольку вы живы. и готовы делать то, что вас больше всего интересует. И делать это хорошо. В прошлом вам обоим была присуща неуверенность. Вы можете избавиться от этой неуверенности. Вы можете оставить ее в Аризоне. Это не изменит Аризону. Это изменит вас. И я когда-то был мальчиком с первым, прежде в Висконсине. «Если бы я мог вернуться назад, то взял бы те вещи, поскольку они были хорошие, а их больше нет со мной. о неприятности и несчастья прошлого. Оставьте их в прошлом, далеком прошлом. и предвкушайте грядущие хорошие дни, новые ощущения, новые впечатления. И осознайте, что вы можете оглянуться в 40-летнем возрасте на свое непонимание того, какое счастье можно испытывать в 40 лет. Подобно тому, как в 10-летнем возрасте, вы, вероятно, не могли понять, какое счастье испытываешь в 20... какое счастье испытываешь в юности. А сломанные игрушки в вашем детстве было так жалко терять их, видеть их сломанными. Когда мы все подрастаем, утрачивая какие-то вещи, о которых мы забываем. И если мы все-таки вспомним о них, то увидим их иными, чем тогда, когда это было. И то открытое окно имело тогда один смысл, и такой приятный смысл сейчас. совершенно иной опыт, новое понимание. И то взбучка, когда вы разбили окно. Теперь вы можете оглянуться, посмотреть на взбучку во многом иначе, чем тогда, когда вы ее получили. И вы можете оглянуться с подлинным удовольствием и вспомнить, как вам было больно после взбучки, как вы почувствовали слезы. Сравнение со слезами только доказывало, что вы были живы, с хорошей нервной системой. И было бы ужасно, если бы вы не смогли почувствовать эту взбучку. Ужасно, если бы вы не смогли расплакаться, иначе говоря, реагировать на хорошее и плохое, и адекватно относиться к этому. Вот настоящая радость жизни. Теперь я хочу, чтобы вы оба в собственных мыслях, в собственных представлениях продолжили рассматривать все, что вы желаете. Достигли понимания, которое вы способны достичь. Монт, вы могли бы взглянуть на маленькую девочку, бегающую за утками и кормящую уток хлебными крошками, на ребенка, шлепающего ногами по воде. Это прекрасное чувство свободы. Или вы могли бы испытать прекрасное чувство свободы сейчас. Тогда вы смогли бы поразмышлять о множестве вещей, в которых вы не нуждались. И я знаю, по собственному опыту, что замечательно находиться в инвалидной коляске. Я встречаю хороших людей. И я думаю, жизнь была бы очень, очень скверной, если бы я не смог испытать удовольствие от встречи с вами обоими. И я благодарю вас. вам нужно сохранить Аризону как драгоценную часть во всех приобретенных знаниях, как драгоценную часть своей жизни, и использовать эти знания для исполнения своих желаний, своих потребностей для создания комфорта. А вам комфортно, не так ли, Монд? Так приятно, когда чувствуешь себя комфортно. И вам комфортно, не так ли, Ник? Да. Не хотите ли вы задать мне какой-нибудь вопрос? Нет. Вы будете наслаждаться своими мыслями? Да. И вы добьетесь лучшего понимания? Да. С меньшим страхом и большим ревением? Да. Было приятно работать с вами обоими. И я хочу сердечно поблагодарить вас обоих за то, что вы работали со мной. Всегда приятно проделать хорошую работу и проделать хорошую работу с хорошим материалом. Это редкое удовольствие. А сейчас я устал и думаю, я позволю вам пробудиться в вашем собственном ритме, в вашем собственном способом. Сначала закройте глаза, Монд, а затем пробудитесь в собственном ритме, собственным способом. Глаза были закрыты у вас обоих. Поэтому теперь вы можете сами выбрать время и пробудиться. Ник, потратьте немного времени на то, чтобы снова собрать себя воедино. И на ту переориентацию на свои кисти, почувствовав их снова, и собрав свои ноги, свои руки воедино, вернув на место свою голову, узнав свое тело. Я полагаю, здесь слишком комфортно. Я все еще в трансе. Вы не хотите выйти из него? Да, вы не хотите выйти из транса. Вы не хотите, чтобы окончился очаровательный фильм. Вы не хотите, чтобы цветок завял. Но вам все-таки нравится реальность. И все, что я могу сделать, это полюбопытствовать, каким очаровательным вы будете в 40, 50 и 60. Я могу полюбопытствовать о всем том новом, что вы обнаружите в 40, 50 и 60. И я хочу выяснить, насколько приятна жизнь в 80. Один из моих сыновей сказал мне, «Я буду вечно благодарен дедушке и бабушке». Конечно. Они говорили мне о добрых старых временах, но и научили меня тому, что по-настоящему добрые времена ждут их впереди. Когда я впервые научился ездить верхом, я не знал, что однажды полечу на реактивном самолете. Я даже не знал, что есть самолеты. Теперь я разрешаю вам медленно пробудиться, поскольку необходимо всем людям медленно пробудиться и позволить приобретенным в трансе знаниям и мыслям упрочниться, подобно тому, как гипсом требуется некоторое время, чтобы затвердеть. И после того, как ваши знания упрочнятся, они будут затем сопровождать вас всю оставшуюся жизнь. Что касается остальной части дня, то не беспокойтесь, если вам покажется, что вы не полностью контролируете происходящее. Вы обретете адекватный контроль для собственного благополучия и безопасности. Но ваше подсознание будет расходовать в больших количествах вашу энергию, сортируя все свои прошлые знания, представления, и мысли. И оно сформирует из этого нечто, что будет в вашем распоряжении. Это займет некоторое время. И к завтрашнему утру вы будете полностью пробуждены. Я хочу, чтобы вы оба сладко поспали сегодня ночью. И если желаете, увидели приятный сон, который можете вспомнить или не вспомнить. Я полагаю, ваше подсознание может доставить вашему сознанию одно особое удовольствие. что-то из того, что вы будете есть на ужин сегодня вечером, окажется необычайно вкусным. И необычайно вкусным его сделает ваше подсознание. И, конечно же, ваше подсознание может обусловливать не только ужин, оно может обусловить ощущение простыней, нечто, что вы видите. И ваше подсознание заставит вас испытать необычайное удовольствие. А теперь попрощайтесь со своим подсознанием и давайте беседовать и реагировать друг на друга на сознательном уровне. Привет, привет. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...